Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале Захотеть Похудеть. Давненько мы с вами не встречались. Девочки, рассказывайте, как у кого дела с постранением. У меня плохо. Сейчас объясню почему. Вот знаете, когда в комментариях вы меня благодарите, что вот там ты меня смотивировала, там спасибо за пинок под мягкое место, там я наконец-то решила поменять режим питания, там записалась в спортзал, там просто надела кроссовки, чтобы выйти на пешую прогулку. Так вот у меня сейчас такое же положение, когда мне от вас нужен вот этот вот пинок. Начала я очень хорошо в конце весны заниматься спортом ежедневно. Каждый день, вот говорю как было, занималась и на тренажерах, и йогой, и различные там делала упражнения, особенно на область живота, потому что это моя самая проблемная зона. И уже сколько, да, недели три, наверное, как даже прекратила пешие прогулки по утрам. И отговорки такие же, как у многих из вас. То жарко, сильно не хочется никуда идти, не хочется заниматься спортом. То дождь идет, не хочется идти мокнуть. То конец учебного года, надо с дочкой позаниматься, надо к выпускному готовиться, праздник в школе. Ну, короче говоря, отговорки я нашла. Понимаю, что это сейчас абсолютно никого из вас не смотивирует, но поскольку мы здесь обсуждаем все очень откровенно, вот я вам и признаюсь. Видео снимала, снимала рецепты. Опять же, вот сегодня я буду себя критиковать. И никак не получается смонтировать. То одно, то другое мешает. И сегодня утром открыла комментарии на канале. Вижу, что некоторые из моих зрительниц пишут, куда ты пропала, что делать дальше. Задают различные вопросы. Девочки, сейчас я отвечу на некоторые из вопросов. Вот это вот у нас неделя предпоследняя. Еще одна неделя школы. И тогда можно будет вздохнуть спокойно. И надеюсь, что я не только вернусь к жизни канала и буду продолжать ежедневно выкладывать информационные видео и видеорецепты и тарелочки. Ну, все, как это было до этого. Но и наконец-то смогу себя взять в руки. Несмотря на дождь, несмотря на жару, начну продолжаться спортивными занятиями. Потому что купальный сезон уже у нас начался. Купальник новый я уже купила. Но форма, которая на данный момент... Форма, я имею в виду физическая, которая у меня на данный момент, она мне абсолютно не нравится. Очень много комментируете видео про гипотириоз. Про медицинские какие-то аспекты будет отдельная тема. Но сейчас хочу ответить на вопросы по питанию. Поскольку у меня много подписчиков, у которых аналогичная проблема, как у меня нет щитовидной железы. Или же у кого вот такое вот заболевание. Что касается питания. Я согласна с многими из вас, что пишите, несмотря на то, что гормональный фон нормализовался, как бы гормоны прописаны правильно, но постройнеть никак не получается. Многие уже отчаялись, пишут, что это невозможно. Возможно, девочки, мне, вот я говорю про себя, помогло интервальное питание 8 на 16. Возможно, кому-то из вас поможет какой-то другой режим. Но из всего, что я пробовала, только интервальное питание помогло мне не только сбросить лишний вес, но и удерживать его практически без проблем. Кто-то задает вопросы, когда у тебя завтрак, когда у тебя обед, когда у тебя ужин. Кто-то спрашивает, почему ты завтракаешь в 10 утра. А кто-то вот нападает на меня и говорит, зачем ты пропагандируешь, зачем ты утверждаешь, нам навязываешь, что завтракать нужно именно в 10 утра. Девочки, я никому ничего не навязываю. Меня спрашивают про мой опыт, и я рассказываю именно про себя. Я не люблю завтракать, мне не нравится завтракать, у меня нет аппетита с утра, и поэтому раньше у меня была глупость вот такая вот. Не хочется завтракать, ну, как говорится, не хочешь есть, хочешь постранить, значит, есть не нужно. Это неправильно. И я для себя нашла вот такой вот выход, поздний завтрак, как бы в 10 утра, небольшую порцию каши овсяной, или тот же самый йогурт, там 2-3 фрукта, или творожок, я могу съесть. Я не могу есть в 8 утра, я не могу есть в 7 утра, хотя я встаю каждое утро в 6 или в 6.30 максимум. Но ранние завтраки для меня, они неприемлемы. Если у тебя уже есть аппетит в 7 утра, ты встала в 6, конечно, можешь завтракать. Я же никого не принуждаю соблюдать мой режим. Мой режим это 10 часов завтрак, 14 часов обед и 18, максимум 18-30 это ужин. Хочу зачитать комментарий, который пришел сегодня утром от Натальи. Есть только постное мясо, грудки нельзя. Мясо должно быть жирком, иначе заработаете себе образование камней. И жарить надо на отопленном масле, а не на растительном. И все с восклицательными знаками. Организм должен получать жиры, а вот углеводы нужно убрать. Тогда будет результат. Я ответила Наташе в комментариях, но хотела бы сейчас дать более развернутый ответ, поскольку приходят от вас вопросы, можно ли я съем там кусочек свинины, можно ли там добавить чего-то жирненького, какое масло лучше использовать. Что касается... Вот сегодня, кстати, забегу наперед, девочки, как раз будет вот такой вот рецепт с жирненьким мясом. Очень вкусно. Я думаю, что вам понравится. Что касается куриных грудок и вообще белковой диеты. Обязательно нужно пить воду, чтобы не было нагрузки на почки. Но камни, если речь идет о камнях в желчном пузыре, они образуются не от того, что мы там едим жирное или нежирное мясо, что у нас там белковая диета. Камни в желчном пузыре образуются из-за застоя желчи. Почему застаивается желчь? Когда человек или голодает, питание там совсем вот такое мизерное, или он ест обильно, но один раз в день. Когда вот такой вот большой перерыв в питании, желчь остается в желчном пузыре, она не выходит для работы в пищеварительном тракте. И от этого образуются камни. Поэтому не заблуждайтесь от мяса, камней. Вот какое бы вы его не ели, камней в желчном образовываться не будет. Что касается жарить. Нужны жиры. Растительные жиры, они тоже жиры. Но что касается жарить на растительном масле, или на топленом масле, или на сливочном масле, или на сале, если вы хотите постройнеть, жареное лучше не употреблять. Вообще жареная пища, она никакой пользы нам не дает. И следующее, с чем я категорически не согласна, что нужно убрать углеводы из рациона. У меня есть очень классное видео про соотношение белков, жиров и углеводов. И там я очень подробно рассказала о роли каждого из этих элементов. И если ты убираешь из своего рациона или жиры, вот как я делала с диетой Дюкан, ничего хорошего из этого не вышло. И убираешь углеводы, тоже в этой же самой диете Дюкан, тоже из этого хорошего ничего не выходит. Когда мы питаемся только белковой пищей, мы убираем воду, но у нас идет нехватка других нутриентов. От этого, похудев, ты набираешь снова, потому что организм старается побыстрее, побыстрее заполнить все вот эти вот пробелы. И результат получается, что ты начал с этого веса и опять же вернулся к этому весу. То есть все усилия были напрасны. И когда мы убираем вот что-то одно, ну возьмем даже вот углеводы, то что происходит? Нарушаются метаболические процессы, потому что нам нужны и витамины, и минералы, и белки, и углеводы, и, конечно же, жиры. Но жиры правильные. Конечно, я согласна, что лучше растительное масло использовать в салате или в соусе, а не жарить на нем. Но и это не дает основания нам, стройнеющим, полагать, что если мы поджарим жирное мясо на топленом еще и животном жире, на масле, от этого мы начнем стройнить. Нет, девочки, не заблуждайтесь. Я, наверное, буду под каждым видео писать свой рост и свой вес. Несмотря на то, что я уже неоднократно говорила, что рост у меня метр шестьдесят два, я невысокая. И вес у меня сейчас шестьдесят килограмм. И, несмотря на это, все равно задают, задают, задают вопросы. Кто-то пишет, что я очень полная для своего роста. Кто-то пишет, наоборот, все в порядке. Кто-то задает вопросы, а до какого веса мне нужно худеть? Для меня вот это, то, что я сейчас имею, вот этот вот вес, он для меня идеальный. Во-первых, когда я была стройнее, когда у меня был самый минимальный вес, до которого я похудела, весила я когда-то под центнер, я похудела до пятидесяти трех килограмм. Но, девочка-то, я уже не молодая, и когда тебе ближе к пятидесяти годам, и ты весишь пятьдесят три килограмма, то морщинки начинают маленькие, даже не какие-то там глубокие. Но маленькие морщинки, они настолько заметные. Они у меня есть, они никуда как бы не исчезли, но за счет того, что я добавила веса своему телу, как-то вот все стало более-менее смотреться органично. А так, конечно, ты смотришь, я вот даже сейчас смотрю те видео, смотрю свои фотки, где там в коротюсеньких там шортиках, и там вообще ножки как спичечки. Сейчас ножки пополнее. Но фигура классная, а лицо выдает возраст, и ну мне это не нравилось. Поэтому, девчонки, тот, кто критикует и считает, что у меня отекшее лицо, и что я чересчур полная для того, чтобы вести канал о похудении, я уважаю мнение каждой из вас, но худеть больше я не буду. Максимум, что вот я делаю перед отпуском, сбрасываю 2-3 килограмма, чтобы потом за отпускное время, если даже я наберу заново эти 2-3 килограмма, то я также буду весить свои идеальные 60 килограмм. Ну, а сейчас предлагаю на ваш суд видео-рецепт очень вкусного пирога с жирным мясом. Сейчас буду готовить пирог, который любит есть вся моя семья, без исключения. У меня мама не любит лук, но в этом пироге, вот лук-порей, она его даже не чувствует. Я люблю готовить этот пирог, потому что с ним нет абсолютно никаких заморочек, и при том начинку, в принципе, можно постоянно менять. Как бы, если не хочешь использовать лук-порей, можно взять кабачки, сладкий перец, помидоры, можно добавить курицу, можно сделать его с тунцом, но, в принципе, всегда, что у меня остается без изменений, это заливка. Так, ну, сегодня у меня пирог будет с луком-пореем, и что я беру? Одну упаковку слоеного без дрожжевого теста, затем 100 грамм копченого бекона. Вот, как видите, я стараюсь выбирать, чтобы было поменьше жира и побольше мяса. Ну, в принципе, здесь, как любите, так и делайте. Кто любит такой бекон с сальцем, можно и с сальцем. Потом 3 яйца, это на заливку, 3 столовых ложки сметаны и 3 столовых ложки любого тертого твердого сыра. Конечно, в идеале 3 лука-порея, но у меня сегодня только 2 осталось, поэтому лучка будет немножко меньше. И что делать дальше? Обжариваем на сковороде. Я ни масла, ничего не добавляю, потому что, ну, как ни крути, все-таки свинина есть свинина, мясо жирное, и этого жира для обжарки бекона и лука-порея достаточно. В сковородку сразу укладываю вместе бекон и порезанный лук-порей, довожу практически до готовности, укладываю на тесто и заливаю заранее приготовленной заливкой. Итак, нарезанный лучок вместе с беконом отправляем в сковороду и ждем, когда он приготовится. Нужно, чтобы лук стал мягким. Я не присаливаю, потому что бекон уже соленый. Ну, где-то времени понадобится минут 5-7. Я готовлю на пятерочке. Можно, конечно, увеличить мощность, чтобы побыстрее приготовилось, но может быть такая вероятность, как я делала раньше, уже по своему опыту сужу, если на более высокой температуре готовить, то некоторый лук, тот, что зелененький, получается слишком перетушенным, а белый такой, как бы, хрустящий. Поэтому лучше всего на среднем огне готовить. И пока лук тушится, я занимаюсь заливочкой. Вот так вот в отдельную емкость вбиваю 3 сырых яйца, добавляю сметану и 3 столовых ложки сыра. И потом все это перемешиваю. Тоже не солю. Если вы любите более соленое, то можно добавить немного соли, но мне, в принципе, соли в беконе вполне достаточно. Вот такая получается консистенция заливки для пирога после размешивания всех ингредиентов. И, в принципе, лучок с беконом тоже готовый. Видите, все мягкое. Готовую начинку перекладываем на тесто и туда же отправляем заливку. Вот так вот аккуратно все распределяем. И затем ставим в духовку, разогретую на 180 градусов, ну, примерно минут на 20-25, до образования золотистой корочки. И вуаля! Через 20 минут вот такой вот красивый пирожок я достала из духовки. Очень вкусно, если подавать его с листовым салатом и с французским соусом винегрет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok